Всем привет! Вы на канале Mobile Style и сегодня у меня сравнение двух телефонов. Это средний класс 2018 года Samsung Galaxy A8 Plus и флагман прошлого года Samsung Galaxy A8 Plus. Можно уже догадаться, какой телефон будет более дорогой по коробочке. И давайте посмотрим, что находится внутри. Документы. Здесь у нас тоже документы. Наушники. Наушники здесь, ну, обычная бюджетная гарнитура. Здесь наушники хорошие, отдельно они стоят около 100 долларов. Наушники AKG. Звук в них шикарный. Скрепочка. Кабель-кабель. Переходник с microUSB на USB Type-C. Сменная мембрана к наушникам. Переходник с USB на USB Type-C. И блоки. Блок 5 Вольт 2 Ампера с функцией быстрой зарядки. Оба телефона до 100% заряжаются за 1 час 35 минут. Так как это сравнение, я буду раздавать плюсики. И в этом случае плюс за комплект получает S8. Второе отличие это цена. С левой стороны всегда будет находиться A8+, справа S8+. Второе отличие это цена. A8+, стоит 540 долларов. И за последнюю неделю телефон упал в цене уже трижды. В общей сложности на 100 долларов. И что очень интересно, что он упал как в интернет-магазине, так и в салонах. S8+, стоит 770 долларов. Когда телефоны с выключенными экранами, они выглядят оба очень хорошо. И их можно перепутать. Но как только загорается экран, A8+, выдают его широкие, далеко не флагманские рамки в эпоху безрамочных. Оба телефона защищены от воды и пыли по стандарту IP68. Это значит, что они могут находиться на глубине полутора метров до получаса в пресной воде. Этот телефон весит 191 грамм, этот 173 грамма. И плюсик уходит S8. В руке, так как он тяжелее, шире и толще, в руке лежит он по сравнению с S8+, не так удобно. Здесь же закругленные края, в руке лежит он гораздо удобнее. Оба телефона скользкие. Так, нет логотипа компании, динамик, индикатор уведомлений, датчик освещения и приближения, двойная фронталка, одинарная фронталка и сканер сетчатки глаза. Слева качелька регулировки громкости, кнопочка Bixby, которая мне не нравится, потому что ее постоянно задеваешь, а переназначить ее не так-то и просто. Для этого нужно скачивать определенное приложение. Плюсик отдаю А8 за отсутствие этой кнопки. Слот на одну наносим-карту. Второй слот на вторую наносим-карту и карту памяти. Здесь же слот комбинированный. Либо две сим-карты, либо одна сим-карта и карта памяти. Радиомодуль здесь всего один. Это значит, когда вам будут звонить на первую сим-карту, вторая будет недоступна. Дополнительный микрофон. К сожалению, инфракрасного порта здесь нет. За наличие двух слотов для двух сим-карт плюсик я отдаю А8+. Кнопка включения-выключения. Динамик. Это расположение удобно для игры и для просмотра видео. Но я это расположение не очень люблю, поэтому плюс уходит S8. Потому что, когда телефон находится в кармане джинс, в шумном помещении будет намного лучше его слышно. USB Type-C, 3.5 мини-джек, разъем для наушников и микрофон. Сзади у нас находится логотип компании. Основная камера. Сканер переехал под камеру. Здесь уже сделали работу над ошибками, поэтому плюсик отдаю А8+. А8+, вспышка и датчик сердечного ритма. За это плюс S8. Сканер расположен не идеально. Все-таки иногда попадаешь на камеру и пачкаешь, пока найдешь. Но все же намного удобней. Вот еще одно отличие. Когда телефон с выключенным экраном, S8+, вибро-отклик. Видите на эту кнопочку на экране? Здесь этого нет. Дисплей здесь Super AMOLED с диагональю 6,0 дюймов, Full HD+, 2220 на 1080, 411 точек на дюйм. Здесь дисплей с диагональю 6,2 дюйма, 2960 на 1040, 529 точек на дюйм. Также здесь можно изменить разрешение экрана. Например, QHD предназначен для VR-очков. И в повседневной жизни вы не заметите разницу между Full HD и QHD. Но QHD будет быстрее разряжать батарею. Поэтому очень удобно, что в настройках можно изменить разрешение экрана. Так как этот телефон с закругленными краями, здесь присутствуют панели Edge. Здесь этих панелей нет. Еще один плюс S8. И вместе с панелями Edge здесь также есть подсветка бокового экрана, которая выглядит следующим образом. При включенном, при отключенном можете настраивать. Очень здорово. Яркость. Вот у нас максимальная. Вот минимальная. Минимальная яркость очень хорошая. И гибкая настройка цветовой температуры. Дисплей. Также здесь есть фильтр синего для комфортного чтения в темноте. Благодаря этому фильтру меньше будут уставать глаза. Можно настроить степень прозрачности. Так, выключаем. Защищенная папка. Для того, чтобы спрятать свои какие-то документы, фотографии, приложения и так далее. Модуль NFC для бесконтактных платежей. Always on display. Плюс А8+. В том, что можно настроить время работы Always on display. Например, с 7 утра до 10 вечера. Чтобы меньше расходовать батарею ночью, когда вы этой функцией не пользуетесь. Расход батареи, к слову, чуть меньше 1% в час. В S8+, этого сделать, к сожалению, нельзя. Но зато здесь намного больше выбор часов. Здесь всего 4. Здесь их вот сколько. Вот так. Далее. Есть такая вот навигационная панель. Можно изменить расположение клавиш. Можно изменить цвет подсветки. Розовый, светло-розовый, желтенький, голубой, салатовый, серый и так далее. Двойное нажатие прячет эту навигационную панель. Что делает больше площадь, полезную площадь дисплея. И возвращаем обратно. Как я уже говорила, в S8+, есть также датчик сердечного ритма. Который находится в приложении S-Health. Приложение от компании Samsung. Недоработано, потому что с изменением количества света в помещениях периодически ошибается разблокировка по лицу. И частенько с утра, когда вы еще сонный, телефон тоже не хочет разблокироваться. Также здесь есть в S8+, разблокировка по сетчатке глаза. Еще один плюсик в копилку S8. Из коробки работает A8+, под управлением седьмого андроида. В то время, как все телефоны уже обновились до восьмерки. Обновление сюда придет только летом. Ситуация точно такая же, как и год назад в серии A. В S8+, уже восьмой андроид, конечно же. Далее. Камера. Фронтальная камера. Здесь двойная на 8 Мп и на 16 Мп. Без автофокуса и без оптической стабилизации. Светосила 1,9. Здесь фронталка на 8 Мп. Со светосилой 1,7. С оптической стабилизацией и с автофокусом. В условиях хорошей видимости, я бы не сказала, что A8 снимает хуже. Они снимают на равных. Когда света становится недостаточно, сразу лидирует S8+, но на улице с хорошим солнышком они снимают достойно оба. Даже удивил телефон среднего ценового сегмента. В этом телефоне также есть функция живой фокус, благодаря которой вы можете изменить силу размытия заднего фона как во время съемки, так и в последующей обработке. В S8+, такой функции нет. Здесь есть выборочный фокус. После того, как вы сделали селфи, можно выбрать размыть задний фон или его не размывать. А силу размытия здесь выбрать нельзя. Также здесь есть интересные стикеры и много всяких фишечек. Что касается основной камеры. Основная камера на 16 Мп с автофокусом, без оптической стабилизации, светосила 1.7. Днем снимают четкие снимки, вечером более шумные. Видео пишут в формате Full HD. Этот телефон 12 Мп с автофокусом, с оптической стабилизацией, светосила 1.7. Четкие снимки получаются как днем, так и вечером. Но еще бы. Флагман все-таки. Также здесь есть всякие про-режимы. Режим еда, управление голосом и так далее. Видео пишут в 4К. Камера выигрывает. Естественно, с 8 плюсик уходит сюда. Что касается звука. Давайте послушаем. Могу сказать сразу, что оба динамика очень громкие, четкие и детализированные. Как внутренний, так и основной. Вот послушайте. Звук здесь достойный. Давайте посмотрим, что же нам покажет S8+. Они играют приблизительно одинаково, но чуть-чуть-чуть все-таки громче. S8+, уходит сюда. Процессор. Процессор здесь установлен Exynos 7885, восьмиядерный. Два ядра из которых работают на максимальной тактовой частоте 2200 МГц и 6 ядер по 1600. 4 гигабайта оперативной и 32 встроенной памяти. Здесь процессор стоит Exynos 8895, восьмиядерный. Четыре ядра из которых работают на максимальной тактовой частоте 2300 и 4 по 1700. 4 гигабайта оперативной и 64 встроенной. Это моя версия. Есть также версия 6128. Графический ускоритель здесь стоит в двух телефонах Mali G71 MP20. Давайте посмотрим, что нам покажет тест Antutu. 116 баллов и 201 тысяча баллов. Здесь все понятно. Далее поехали. Батарея. В двух телефонах установлена батарея на 3500 мАч. Но так как здесь процессор более мощно установлен, и диагональ экрана здесь больше, соответственно, выигрывает А8+. При средней активности А8+, мне хватало на 1,5-2 дня. С8+, мне хватало на 1,5 дня. За 1 час просмотра видео на максимальной яркости А8+, разряжается на 10-11%. Это просто шикарный результат. А8+, разряжается на 12-13%. Это тоже шикарный результат. Но все же в этом бою проигрывает А8+. Плюсик уходит этому телефону. Это все, что я вам хотела сегодня рассказать. Давайте подводить итоги. Как мы видим, по всем основным показателям лидирует А8+. А8+, вытягивается своими всякими мелкими фишечками. Что я могу сказать? А8+, упал в цене уже на 100 долларов за последнюю неделю. Разница с А8 всего 160 долларов. Раньше, соответственно, она была меньше. С А8+, разница в 230 долларов. Цена все еще немножко завышена. Так как за эту цену можно купить последний флагман другого производителя. Либо можно подождать немножечко, пока еще он упадет в цене. И тогда, на мой взгляд, он будет более популярным и более продаваемым. Вот и все. Ставьте пальчик вверх. Обязательно подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok